На портал экзегет поступил вопрос. Первородный грех. Что это такое и касается ли он лично меня? Концепция первородного греха – один из главных объяснительных инструментов христианской антропологии. Через него мы объясняем, почему мир выглядит так, как он выглядит, почему он, будучи хорош весьма, как говорит об этом книга Бытия, когда мы видим, что каждый день Бог творя, о всяком говорит, что вот это хорошо, увидел Бог свет, увидел, что свет хорош и так далее. И когда он сотворил все, говорит, что вот все хорошо письма, и вдруг наблюдаемый нами мир вот такой предельной однозначной хорошестью не отличается, почему в нем господствуют страдания, боль, зло и смерть. И книга Бытия, собственно, после повествования о творении сразу предлагает нам рассказ, который объясняет, что такое произошло с миром, что он так сильно изменился. Эта история, собственно, грехопадения и первородным грехом назван здесь тот самый акт недоверия и непослушания человека Богу, который отделил перволюдей, а с ними, соответственно, и все человечество, от прямого единства с Богом. Низверг человечества в историю, внутри, да, изнутри которой, это единство теперь и должно быть вновь обретено. Долгие тысячелетия человечество должно было пройти до того момента, когда подошло к такой целостности, да, к явлению такой праведности, так, к появлению приснодевы Марии, в которой смог раскрыться цветок Христа, обещанного Мессией Израиля, да, в которой вот эти самые последствия первородного греха смогли быть преодолены. Относительно же того, что это такое и каковы они, мы читаем также, собственно, в третьей главе книги Бытия. Мы видим, когда все случилось, когда грех увиден и распознан, Бог говорит, и сказал Господь Бог змею за то, что ты сделал это проклятый перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Жене сказал, умножая, умножая, умножая скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал. За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, от которым я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него. Проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе. И будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб. Да коли не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Таким образом, мы видим, что первородный грех меняет сам тип, сам образ бытия мира. Вот это хорошо весьма больше не является константой, больше не является каким-то безусловным состоянием. Именно поэтому потом Христос скажет, отец мой до ныне делает, и я делаю. Ведь суббота была дана Богом для того, чтобы подчеркивать вот эту идею покоя. Бог творил, сотворил и почивает. Все хорошо и гармонично. Но нет, говорит Христос, не почивает отец мой. Мир нуждается в явном активном присутствии Божьем. И об этом я говорю своей проповедью, замечает Христос, исцеляя, например, в субботы. Таким образом, первородный грех изменил бытие мира, изменил и бытие человека. О мире мы читаем у апостола Павла, что все творение до ныне стянает и мучается, ожидая свободы славы детей Божьих. То есть мир изменился ввиду падения человека, потому что человек связующее звено между миром материи и миром духа. Когда звено распадается, сам контакт между миром духа и материи ей слабнет. Мир впадает в энтропию, в распад и разложение. Творение ждет, когда в человеке восстановится этот контакт, когда это единство обретется, и космос станет действительно хорош весьма. Но последствия мы видим и в жизни человека. В нее входит смерть и все, что связано с ней. Страдания, болезни и, собственно, связано это все с грехом, как волевым актом. Поэтому, говоря о первородном грехе, в конце, наверное, я замечу, что существует две объяснительных концепции. Одна из них говорит, что первородный грех — это преступление в юридическом смысле. То есть первые люди нарушили волю Бога и прогневали его. И Бог как бы переводит ответственность за этот грех на всех потомков Адама и Евы. Мне не кажется, эта концепция целостной по той простой причине, что Бог в таком случае противоречит сам себе. С одной своей рукою он вменяет каждому первородный грех, им несовершенный, а другую свою рукою воплощается, восходит на крест и воскресает к тому, чтобы от этого первородного греха избавить. Так может быть, тогда его было проще не вменять? Есть другая концепция, которая кажется мне более органичной, которая говорит о том, что первородный грех — это повреждение и болезнь. Это травма человеческой природы. Ну, для нынешнего слушателя мы могли бы сказать, что считайте это как генетическое заболевание. Первые люди травмировали свою природу первородным грехом, а так как кроме них не было никаких других людей, то все их потомки сохраняли, а, к сожалению, в ряде случаев и приумножали эту самую травмированность. Поэтому Бог и входит в бытие мира через плоть и кровь, чтобы те самые плоти кровь исцелить, освободить от первородного греха, а точнее его последствий, и все человечество, а за ним и весь космос, ввести в свободу славы детей Божьих. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok